Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем переделывать предложения. И я взяла предложение с маленьким крошечным таким оборотом. Посмотрим, что из этого получится сейчас. Итак, to speak shortly, my friend is the right man for the job. Короче говоря, мой друг – это то человек как раз для такой работы. Или человек, который хорошо сделает эту работу. Здесь у нас достаточно большое поле для фантазии. Во-первых, потому что у нас обороты. Мы помним, что как только обороты у нас появляются, значит, есть манёвр. Есть возможность убрать его, переместить, превратить в предаточное предложение. Ну или я даже не знаю, может вообще от него можно избавиться. Далее, my friend ясно. А вот дальше начинается какая-то мутная структура. The right man for the job. О чём идёт речь? Если дословно, правильный человек для этой работы. Здесь на самом деле посыл такой, что мой друг – это тот человек, который сделает вам работу хорошо. И вот исходя из этого, мы будем и переделывать это всё. Возможно, кому-то режет ухо вот это shortly. Возможно, кому-то хочется сделать здесь не shortly, а просто short. Это правильно. Потому что short и shortly – это одно и то же в данном случае. Short – это тоже adverb может быть, но без ly. Это такая краткая урезанная форма shortly. Если мы поставим short, это будет более неформально и более по-человечески. Поэтому short – не такая уж плохая идея. Значит, в таких структурах, как здесь, можно заменять инфинитив на participle первый. От этого ничего не изменится, в принципе. Поэтому попробуем. Speaking short – короче говоря, это то же самое. Далее my friend. И далее может сделать эту работу хорошо. Я поставлю здесь is able. Я не буду ставить can. Я хочу показать, что он способен сделать. Is able to do. Можно оставить the. Можно поставить this. У нас нет контекста. This, опять же, сделает предложение более неформальным. И далее job. И дальше можно ok поставить. Можно well поставить. Можно quite well поставить. Можно там ещё чего-нибудь такое хорошо. Короче, все варианты слова хорошо здесь нам подойдут. Ну, я поставила самое элементарное. Теперь далее. Если вернуться к нашей первой части и задать себе вопрос. Могу ли я сохранить здесь инфинитив? Но если, допустим, меня терзают сомнения. Short или short. Одно ли это и то же. Или может это вообще два разных слова. Я сейчас ещё что-то не то поставлю и получу какую-то глупость. Можно ли это short как-то объехать? Конечно, можно. У него есть синонимы. Ну, вот у нас может быть ещё так. To put вместо speak, и talk, и tell, и так далее. To put it briefly. Это то же самое. Обращаем внимание, что я поставила to put вместо speak, и мне надо it поставить. Чтобы было понятно, что у меня здесь put, значит. Значит, дальше запятая, и скажем такое. Эта работа может хорошо быть сделана моим другом. Могу ли я так сказать? Конечно. И дальше. This job. И далее мне уже придётся can ставить. Я здесь не могу is able to поставить. Поэтому can be done well. Можно quite well в конце концов. И далее by my friend. And, и у меня будет passive voice. Ну, ради бога, если хочется, кто мне это запретит? Теперь далее. Что если я не хочу морочить голову вот этими пассивами, и всё такое вообще? Хочу сделать короче. Можно ли вот здесь укоротить как-то? Конечно, можно. In short. Это, собственно, короче говоря. Это вот если я не хочу оборотов ставить. Здесь фактически тоже оборот, но он урезанный. Здесь убраны все verbals. Итак, дальше я ставлю запятую. И дальше вот такое. Это как раз работа для моего друга. This is a right job for my friend. Там ещё to do можно поставить, если сильно хочется. И получим тогда for to infinity structure. Но можно и не ставить. И от этого ничегошеньки не изменится. Окей, значит, мы уже видим, что можно сделать оборот с participle, можно сделать оборот с инфинитивом, можно вообще убрать инфинитивы и participle и оставить что-нибудь маленькое и коротенькое. Теперь попробуем сделать так, чтобы, ну, если угодно, выделить, что вот только мой друг может сделать эту работу. В принципе, достаточно сказать speaking short, only my friend can do this work или can do this job. Всё. Всё будет понятно. Но это очевидная вещь. А если попробовать неочевидным путём, если, скажем, я хочу какое-нибудь фразовое выделение, инверсию или что-нибудь такое экзотическое. Значит, я уберу вначале вот этот оборот, я его поставлю, но я его поставлю в конце. Или же нет. Я его всё-таки оставлю в начале, но я превращу его в sentence adverb. Это можно сделать, потому что, по сути, вот эта вот штука перед запятой, это всё adverbial. Это всё отвечает на вопрос, как, каким образом там, и всё такое. Здесь можно вообще уйти далеко и сказать что-нибудь вроде undoubtedly, или как-то так, но я считаю, что это немножко уже слишком перебор. Ладно, не будем морочить голову, но поставим здесь briefly. Запятая. Запятая нужна, потому что эта sentence adverbial относится ко всему предложению. А дальше сделаем так. No one is able to do this job. И далее. But, my friend. Никто не может сделать эту работу, кроме как мой друг. Даже to do this job well, я бы сказала. А ещё можно вот так. Так, учитывая то, что оборот может превращаться в предложение, у нас может получаться такая штука. I will be brief. Буду краток. Дальше запятая. И дальше можно My friend is the only person to do this job. Ещё сюда well поставим. Можно alright какое-нибудь ещё поставить. А можно properly. Пусть будет properly. Я не хочу это alright. Можно sufficiently. Здесь всё. Можно дать волю своей фантазии. А можно доизвращаться ещё до такого. Me being brief. Это то же самое. Буду краток. Но я захотела спать, сэпл, независимый оборот. Ну, как бы можно, если хочется. А дальше. No one but my friend. А ещё можно but a friend of mine. Извращаться так извращаться. Попробуем всё запихнуть в одно предложение. И здесь можно, допустим, ещё is fit for the job to do. Вот такое можно учудить. Ну, это, конечно, верх извращения, но в принципе можно, если хочется. Да, можно absolute participle structure поставить, а можно поставить маленькое, скромное одно слово. И это абсолютно то же самое. Итак, смотрим, что же у нас получается. Ну, абсолютно предсказуемо, что первая конструкция была самая очевидная, самая простая и самая человечная. Speaking short. Можно shortly. И дальше. My friend is able. Здесь всё, как говорится, лежит на поверхности, без лишних там каких-то уверток. Далее второе. Ну, второе, это, в принципе, тоже самое первое, только с пассивом. Ну, то есть здесь меньше плюсик, потому что passive voice, ну, да, он может быть, если есть на это сильная потребность. Если нужно вот выделить больше работу, чем моего друга. Только в таком случае, не более того. Далее третье. Вот здесь немножко проблема, потому что мы смещаем акценты. И одно дело, это подходящая работа для моего друга, и другое дело, мой друг может сделать её хорошо, или она ему подходит, или он подходящий на неё кандидат. Ну, как бы это может быть одно и то же, а может и не быть одно и то же. Поэтому здесь знак вопроса, потому что нет контекста, не совсем понятно, что мы хотим. Технически предложение, конечно, правильное, но здесь могут быть некоторые возражения. Дальше четвёртое. Четвёртое. Briefly, no one is able to do the job well, и всё такое. Ну да, если я хочу фразовое выделение, ради бога. Здесь очень удачный ход конём, это превращение оборота в одно наречие. Не всегда так получается, но именно с такими оборотами, как, короче говоря, и там, честно говоря, и ещё там что-то такое, такие вещи удаются хорошо. Поэтому да, очень даже может быть. Далее пятое. Ну, пятое это, конечно, на любителя, потому что здесь зачем-то я делаю вот это, целое предложение. Ну, можно опять же, но я считаю это questionable, как говорится. Ну и шестое это highly questionable, потому что здесь непонятно по какой причине я выбираю использовать absolute participle structure, независимый, где причастный оборот. Зачем? Когда есть возможность поставить просто adverbial какой-то или adverb, и не морочить голову, то есть здесь просто grammar overuse, как говорится. То есть излишняя грамматика, излишне всё сложно, не нужно усложнять, если можно не усложнять. Никогда не надо это делать. Ну и a friend of mine – это отдельная тема. И дальше feed for the job. Ну да, можно, конечно, если хочется, но зачем? Здесь очень хорошо видна достаточно очевидная вещь, что да, у нас в предложении может быть достаточно забористые какие-то конструкции, но мы их используем тогда, когда у нас, ну, по большому счёту, это the best way, как говорится, самый лучший путь выразить свою мысль, а не для того, чтобы сделать предложение длиннее, сильнее усложнить его или вообще сделать так, чтобы оно было нечитабельным. Не надо этого делать. Да, очень иногда есть большое искушение использовать что-нибудь такое, чтобы кого-то впечатлить, но не стоит этого делать, потому что оно потом всё обращается против нас. Итак, скриншот всего этого по ссылке в описании видео, равно как и ссылка на весь плейлист по таким вот предложениям, равно как и ссылка на плейлист по синтаксису, дабы можно было посмотреть, какой порядок слов в предложении может быть, какой не может быть. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok